Вы смотрите Постскриптум в студии Алексей Пушков. Продолжаем нашу программу. Всю минувшую неделю силы международной коалиции бомбили территорию Ливии и наносили удары крылатыми ракетами по военным объектам Муаммара Каддафи. При этом очевидными стали три вещи. Первая. Резолюция 1973 была принята Советом Безопасности ООН для защиты гражданского населения. Однако гибель гражданских лиц в результате ударов со стороны международной коалиции ни Саркази, ни Камерона, ни Обаму, судя по всему, не волнует. Во всяком случае, они ни разу не выразили сожаления по этому поводу. Второе. Хотя нам разъясняли, что военные действия ведет международная коалиция, в конце недели было заявлено, что война в Ливии переходит под командование НАТО. То есть НАТО начала новую войну за пределами зоны своей ответственности. Сегодня в центре действий НАТО находится Ливия. Завтра могут оказаться другие страны. И третье. Нам говорили, что Барак Обама твердо намерен остаться в стороне от этой войны. Так вот, он передумал. Причем, судя по всему, Соединенные Штаты намерены воевать не только крылатыми ракетами. Поступает все больше информации, что США готовят наземное вторжение в Ливию. О первой неделе ливийской войны и позиции России в материале Дмитрия Графова. Разбомбить одну часть Ливии для защиты населения в другой. Именно таким парадоксальным образом воплотилось желание мирового сообщества спасти ливийскую оппозицию от Каддафи. Неделю крылатые ракеты с кораблей подводных лодок и стратегических бомбардировщиков США, а также Великобритании обрушивались на голову Каддафи и его армии. Один в один, как в Югославии или Ираке. Правда, президент Франции Саркази с каким-то личным остервенением успел еще до американцев метнуть несколько бомб и атаковать миражами танки Каддафи. Почему же так получилось, что гуманитарный порыв закрыть небо над Ливией для ВВС Каддафи, чтобы он не мог бомбить ливийские города, обернулся непостижимым образом в охоту на самого Каддафи с применением бомбовой дубины? Интересы у охотников разные. Поспешность Саркази имеет под собой какие-то основания. Надо полагать, что в этом заложена его обида на Каддафи за то, что тот не купил французское оружие, большие партии, а предпочел российское оружие французскому оружию. Кроме того, усиленно ходят слухи о том, что Саркази пользовался материальной поддержкой Каддафи, когда проводил свою избирательную кампанию. Ну и, конечно, традиционный вопрос для Запада – это обладание нефтью. Действительно, на сей раз Саркази был первым. Как пишет французский журнал «Новель обсерватор» – каково же было удивление представителя США при ООН Сьюзен Райс, когда она увидела, что французы ее обогнали. Чуть ранее, тем же утром, Жерар Арро, представитель Франции, уже внес похожий текст. Райс звонит Арро и бросает ему – ты украл мою резолюцию? У США были свои мотивы. Помимо давней ненависти США к Каддафи, у Обамы было убеждение, что согласно его собственной теории морального лидерства Америки, США просто не могут остаться в стороне от событий в Ливии. Америке требовалось последние полгода где-то утвердить свою лидирующую роль, именно политико-идеологическую лидирующую роль. Почему? Она резко сокращалась, возникали новые центры силы с разными интересами. Турция входила в квазисоюз с Ираном, что небывалая вещь. Возникали новые центры интересов в Азиатско-Тихоокеанском, интересы. И американцы в Оллинс-Ноллинс теряли то, что они имели – политическое и идеологическое доминирование. Значит, поскольку лед становился все тоньше и тоньше, американцы приняли решение рвануть вперед, то есть наступлением перебить эти негативные тенденции. В этой ситуации Москва оказалась перед непростым выбором. Не поддержать Вашингтон и применить в совбезе ООН право вето означало поставить под вопрос всю перезагрузку, а заодно взять на себя ответственность за действия Каддафи. Поводом были действия ливийских властей. Именно поэтому нами были приняты такие решения. Я считаю, что эти решения сбалансированы и абсолютно взвешены. Я считаю, что эта резолюция в целом отражает и наше понимание происходящего в Ливии. Но не во всем. Поэтому мы своим правом вето не воспользовались. И, как вы понимаете, это был такой квалифицированный отказ от витирования с вполне понятными последствиями. В четверг в телефонном разговоре президент США Барак Обама поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку резолюции ООН, устанавливающую беспилотную зону над Ливией. Если бы 17 марта мы бы использовали право вето, мы бы остались бы с этим вето на руках, после чего, возможно, правящие власти Каддафи утопили бы страну в крови. Это как бы был выбор, и с двух зол выбирали меньшее. Но сама по себе резолюция, конечно, весьма далека от какого-либо совершенства. И возникает очень много сразу вопросов к этой резолюции. Но, во-первых, мы знаем, что нет таких точечных ударов. Это доказал и Ирак, и Афганистан, и Югославия, в ходе которых не гибло мирное население. Получается, что сами те, кто осуществляет эту миссию, так называемая коалиция, она сама является нарушителем резолюции, которая исключает жертвы среди мирного населения. Но что теперь? Неделя бомбардировок показала, что Каддафи не сдался, не сбежал и выступает по ночам у своего шатра под наблюдением американских спутников. А войска его продолжают теснить повстанцев. Похоже, одними ударами с воздуха власть в Ливии не поменять. А именно этого добиваются США, Британия и Франция. И уже есть информация, что готовится сухопутная операция. Но в этом случае на Запад поедут гробы. В Каддафи до последнего будут поддерживать его сторонники. Мы не знаем, как распределяются силы сейчас, где оппозиция, сколько на их стороне сил. Но ясно, очевидно совершенно, что оппозиция меньше гораздо, чем люди, которые будут поддерживать Каддафи. В Америку и так постоянным потоком приходят гробы из Афганистана и Ирака. И новых потерь Обаме не нужно. Но логика войны может заставить его направить в Ливию войска. И в этой ситуации вновь будет важен голос Москвы. Неслучайно министр обороны США Роберт Гейтс, посетивший на этой неделе Россию, уже прощупывал почву. В Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова он заявил, я призываю вас и ваше руководство подумать, в какой форме российские военные могли бы действовать в рамках международных коалиций. Однако руководству России трудно будет, дальше идти навстречу США и НАТО. Даже депутаты Единой России в Госдуме выражают тревогу по поводу жертв авиаударов сил коалиции. Еще смелее депутаты от других партий. Завтра у нас на Кавказе какой-нибудь свободный эмарат объявит себя единственно легитимным правительством. Какая-нибудь услужливая Франция его признает. И что, можно бомбить при полной поддержке прогрессивного мирового сообщества. Завтра Грузия, которая получает сейчас оружие от Соединенных Штатов, снова совершит от агрессии против Абхазии и Южной Осетии. Они ведут 2-3 ИДЖИСа в Черное море и закрышуют Грузию. И дети попробуйте использовать нашу авиацию. И что, снова рядовой Иванов будет жертвовать собой и в пехотном плане ставить агрессор на месте? Искусство усидеть на двух стульях – это из области фокусников, жонглеров, а никак не дипломатии. В чем заключается позиция Российской Федерации? Мы что, не понимали, что своим воздержанием мы открываем дорогу бомбардировкам мирных объектов? В своем известном заявлении по Ливии Дмитрий Медведев так ответил на этот вопрос. Безусловно, мы исходим из того, что принятие любых резолюций Советом Безопасности, Организация Объединенных Наций, должно быть направлено на укрепление мира, на прекращение гражданской междоусобицы, на недопущение эскалации конфликта и недопущение гибели гражданского населения. Мы выступили за одну резолюцию Совета Безопасности и пропустили решение по второй резолюции. Это было сделано осознанно, для того, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Дмитрий Графов, Александр Спорошев, аналитическая программа PostScriptum.